Всем доброе утро! Надеюсь, у всех с утра такое же настроение, как у меня. У нас солнышко. Хотя плюс 14, но почему-то очень жарко. Поехала в Магнит, купила рис. Золотистый. Дома был такой круглый рис, но я с такого риса плов вообще не люблю. У меня как каши получаются. Рисовая каша. А я люблю, чтобы плов был раз мечты. Я еду на базу строительным карандашом. Честная слава. Так, мне там список написали. Сейчас по-быстрому все куплю. И у меня даже сегодня дел никаких нет. Только если чуть-чуть там погладить. Ну, это разве не надо. Дома пыли вот такой слой. Потому что они там зашкуривают. Хотя они и пленкой зашторили все двери. Но это мало помогает. Дома пыли. Дышать нечего. Поэтому мы все во дворе на улице. Мастера работают без масок. Я не знаю, как они дышат. Может, они уже привыкли. Не знаю. Еще чуть-чуть, еще немножко, и все закончится. Ну, когда они пойдут на квартиру, это уже не дом, а дом скоро, скоро. через недельку. Скоро, скоро, через недельку. Будет все, все хорошо. Девушки должны сходить по салонам красоты, а Нарина по стройбазам есть. Нормальные девушки должны ходить по салону, по ревгошам. На тоннеле не в моем случае. Вообще никого нет, ни одного продавца на складе. Все стоят, ждут. я не поняла, у них в 11 часов что, обеденный перерыв. Или какая-нибудь летучка. Нет, все в масках. Сделала возврат розеток. Розетки не те купила. Здесь в квартире пошла самые дешевые купила. Какие были, такие купила, как бы-то я понимаю. Мы сейчас мамой выбирали, чтобы красивые были. Так, кто-то тут нарисовался. Работник ничего не грузит. Сами, говорит, грузит. Офиге, такие мужчины пошли. вымирает. Вымирает. Мужской рот вымирает вообще. Офигеть. Таким бы юбку одеть и на кухне стоять. У него, наверное, так лучше будет получаться. А потом говорят, почему женщины все сами делают. Потому что мужчины сейчас такие пошли. Переодевать надо мужчин в юбке. Тогда будет все хорошо. Что женщина сейчас может все абсолютно сама делать. Когда вот такие мужчины попадаются. Ладно, переключим. чуть-чуть повозмущаться. Совсем чуть-чуть. Малость. Купила все в магазине. Днустые материалы. А там в магазине оплачиваешь, заходишь за магазин и там база. С базы получаешь. Сначала никого не было. Минуты три, наверное, никого не было. Потом из-за дверей выходит большая детина. Выходит курит. Я говорю, можно попросить? по чеку меня отоварить. По чеку меня отоварить. так. Так оно и есть. Взял, так вот подошел очень-очень медленно, с такой неохотой взял у меня чеки. Это. Начал их изучать. Я говорю, что-то непонятно, может, вам что-то подсказать, потому что он с таким лицом изучает, как будто там не по-русски написано, на каком-то иностранном языке. Так, где парковка, где парковка. Все, он это внимательно изучил и стоит. Я говорю, молодой человеку это, загрузите меня, пожалуйста, как-то у меня по времени опаздываем. он, а че я один буду? Сейчас кто-нибудь там, Дима, Вася, Петя подойдут, типа, помогут мне. А мне нужны шпатлевки 3 литра и 25 метров пленки. А, и уголки. Я говорю, там можно практически все одному сделать. Я говорю, че, один должен работать. Или я что-то не понимаю? Или мне нужно больше физической силы? Одно из двух. Ну, ладно, больше возмещаться не буду. Я в магазин за хлебом, маслом, сыром собачки. Пожалуйста, кормите уличных собак, кошек, всех, кто попадается на пути. Это не так дорого, я думаю, но они стоят просо. Нужно взять прям какой-то не очень дорогой корм и розово их покормить. я думаю, от 100 рублей никто не обеднеет. Собачкам хоть на один день. с этой стороны я еще Машук не снимала. Он же такой у нас бурый. На камере он далеко, а на самом деле вот-вот рукой достать. Мы идем в книжный, едем, то есть человек, тебе тетрадки там нужны? Да, ручки. Ручки, тетрадки. О, впереди добрый самаритянин. Всех надо пропустить. Говорю, у нас водители за рулем очень вежливые. А впереди самое старое здание, да, которое осталось? Самое красивое. Самое красивое. Какого года оно? 1800 не 1897, по-моему, если я не ошибаюсь. Не, мне кажется, тут много раньше? Да. Вообще, вот, центр Пятигорска, тут архитектура красивая. И вот с левой стороны тоже шук. Вот это здание угловое тоже красивое. Вот здание какое красивое. 24 октября этот кинотеатр начинает работать в глазах. Да ты что? Я только вчера говорила родиной интересно в этом году откроется. Все сразу в кинотеатре. Мясолиточка. Пришли кофе попить. Людмилу ждем просто. Просто пока в Пятигорске думаем что туда-сюда кататься. кофе попьем. Погода хорошая. Подождем Людмилу. Как раз тут ты что будешь уроки делать позаниматься потому что непонятно сколько мы будем тут полчаса сорок минут. Я хотела по парку погулять. Не ответила да? У Людмилки сегодня пробник. У меня имбирный чай. Такое впечатление с мандаринкой да? Может быть. Цепочку нашла порванную надо сейчас чай попью пойду отнесу. Это твоя или Людмила на цепочку валит? Твоя она. Студентка моя. Здесь перестановка. Скажи что-нибудь по-моему сейчас сухо за здравствуйте. выскочило или вдеть или подпаять там надо не знаю. Цену нужно сказать, да? А? Цену. Что щас принесла цепочку тут сразу про цену знаю. Я просто постоянно ремонтирую мальчик новый. Совет ремонтирую. Здесь молодой человек работал. Он больше не работает, да? Работает. Борода ты такой? Нет. Рыжий такой. Рыжий? Да. Что-то не то сказало. Да нет. Ну давно работал? Ну да. А знаешь уже все. Он уехал в Питер на лечение. И все давно. Ну просто вижу вы новенькие я тут постоянно ремонтирую. А вы сразу за цену. Поэтому я спрашиваю. 300 рублей. Делаем? Конечно. А как долго ждать? А не вы будете делать? Ну мастера просто нету. Он сейчас подъедет. Я у него спрашиваю. Через два часа строят? Смотрите вот эти трясаты вам чисто белый надо. это полиуретан разве? Не мне пластиковый не надо. Говорю полиуретановый мне нужны. куда вы будет теплеить? Дверные проемы. Ну правильно отделывать когда обои поклеили на кусочек? Вот беленькие это они вот такие вот белые так это пластиковые а мне нужны полиуретановые нет эти только пластиковые ну скажите что мне девушка здесь где-то я видела доски красивые разделочные вот третьи деревянные доски по счету да вот этой который за ней стоит набор еще лучше без подставки нет нет побольше не нужна а побольше потоньше потоньше нет вот это нужно только желтая ручка вот есть серебряная ручка вот это вот это лестница где-где на первом этаже даже угловой кассе прям сразу наверху все стоят можете посмотреть а это не отклеивается да это моготип лентин так что-то мне наподобие нужно тут конечно может это взять значит этого подумаю пусть он пока стоит сейчас я его еще раз потрогаю можно мне поближе возьму с поваром вот такой побольше нету это это металл да это жестянка или керамика все это а это керамический я уже ничего не найду я уж на кроняк вот этот возьму а еще нужна мне скалка маленькая вот такая вот это вот по уши у меня сегодня будет влог весь за рулем это я купила что я нашла в такой ведерко на кухне сейчас купила купила новую скалку купила новую разделочную доску купила ведерко вижу я давно я его искала нигде нет если что-нибудь красивее куплю поменяю но мне кажется оно останется красиво я прям рада время уже 4 часа у нас а я до сих пор катаюсь очки очки не могу найти свои очки потеряла я давно выкинуть хотела сейчас что-то потеряла и ищу цепочку отдала в ремонт уже сегодня не поеду завтра встала и что-то у меня пропал аппетит второй день вообще кушать не хочу я-то знаю почему хорошо все на пользу а то никак не могла это на диету все если сейчас сейчас аппетит пропал делать нечего не то что ничего ничего не буду думать уголки эти полиуретановые я не нашла везде пластик не сплошной пластик не знаю у Миши спрошу где еще можно посмотреть у нас в поселке посмотрела в двух магазинах не нашла на базу поехала тоже нету может дядь на выходных поедет он тут точно найдет а я все я купила себе ведро на пухне и успокоилась больше мне ничего не надо у меня в парке Людмила на допах а я гуляю с машины глазами гуляю на теннисной площадке в теннис играет вообще там редко кто играет фактически всегда закруто сегодня он играет даже говорить ничего не надо просто любоваться этой красотой все заехала в ювелирку починили мне цепочку а то если сразу не возьму я потом могу месяцами забывать что цепочку сразу на себя одела чтобы не потерять выйти прогуляться что ли сколько там осталось 15 муточек мне осталось минуту подождать воду забыла взять воду все вернулась моя принцесса с рюкзачком я не помню ты ли Лолита рюкзак перетянул в классе наверное в втором были Лолита по-моему была на второй этаж поднималась а рюкзаки у детей большие ее перетянуло она ступеньки с четвертой по-моему упала ну ладно все мы домой спасибо что были со мной увидимся завтра отдельное спасибо за лайки за просмотры и за комменты